привет ребят денек у меня сегодня конечно выдался так себе короче часа два назад наверное решил я все-таки закрывать ферму скажем так не надо только вот кричать тем то что да мы тебе говорили что это не прибыль на трассе васи все это по личному характеру о характере я рассказывать как бы не буду это лично и все-таки да вот по поводу прибыльности я не буду уходить как большинство уходит да и говорит то что да вот там вот это все там ничего не растет трассе вася но если у вас руки жопы как бы ну конечно расти ничего не будет у вас да там никакой прибыли не будет вот если вы в детстве максимум что только сдавали бутылки как бы да конечно ничего у вас не получится может получится но с маленькой вероятностью тяжело об этом во всем говорить вот давайте видео затягивать не будем надолго да вот расскажу как бы вкратце кстати кто как бы меня раньше не видел расскажу с чего все начиналось начиналось с 2019 далекого года то есть условно говоря почти наверное уже 4 года прошло как я этим всем занимаюсь вот короче чё что мне дала эта ферма да начнем с того во первых все таки как бы перекрыла определенные как бы мои детские мечты вот такие у меня были детские мечты у меня была детская мечта купить спортбайк вот принципе как бы ферма мне позволила осуществить мою детскую мечту это первый момент вот второй момент это все-таки колоссальный опыт вот опыт в чем опыт в самоконтроле в выдержке потому что это очень дофига делов я вам реально говорю это очень тяжело то есть понимаете любой косяк может привести привести просто гибели всего того что ты как бы выращивал там ни один вес ни два это может быть год как бы то что выращивал да у меня такое происходило но в любом случае я как бы двигался вперед и не останавливался кстати по поводу мотоцикла что-то у меня просто мысль ушла да смотрите ситуация какая ну я как бы не все на видео вам рассказывал на канальчике да вот что-то я вам рассказывал что-то не рассказывал смотрите как ко мне приезжали ребята как бы да кто-то меня лично знает кто приезжал ко мне на ферму вот дмитрий сульяновска ну тоже канальчик ведет в принципе привет дима вот в принципе как бы вы его тоже знаете вот приезжал другие люди приезжали они в принципе видели мотоцикл мотоцикл я покупал honda cbr 600 rr вот то есть это спорт вот у меня в детстве была мечта купить мотоцикл правда была мечта купить бандита там какого-нибудь тысяч за 30 40 да но в итоге купил его за 350 тысяч рублей он был куплен в кредит вот с тем умыслом то что денежка которая остается остатки да от продажи креветки она будет идти на погашение кредита кредит был взят на три года то есть но в перспективе как бы там получалось ну что я думал то что будет оставаться там условно говоря ну я не знаю десяточка например остается с фермы я раз кредит погашаю поняли да то есть три года вот так вот раз раз и вроде как погашу я этот кредит в итоге-то получилось так то что погасил я его за восемь или девять месяцев этот кредит вот потому что вы должны понимать креветка это такой бизнес то что вы можете там месяц два сидеть в ноль ну не в минус минус я никогда в принципе не работал вы можете сидеть в ноль а потом например раз и приходит какой-то крупный заказ там на соточку на сто пятьдесят тысяч короче говоря мне вот ну я не знаю может это мне повезло не повезло но такие клиенты у меня были и в принципе за восемь девять месяцев я спартуху перекрыл вот что мне еще дало кроме финансовой вот этой выгоды какой-то да дало мне то то что все таки вот этот довольно таки тяжелый как бы бизнес да он закалять на самом деле я стал проще относиться к различным моментам жизненным то есть понимаете если что-то вот жизни не так идет вот что-то вроде как бы для кого-то это мелочь для кого-то это кто-то вешается собственно да или из окна выпрыгивает ну у всех пара все по-разному реагирует жизненным ситуациям происходили всякие жизненные ситуации вот я к ним стал относиться проще почему потому что изначально например там 1 2 10 креветок сдохнет все для меня это было просто катастрофа я просто не знал что делать потом у меня гибли сотни вот сотни просто креветок дохли и каждый раз я к этому все проще проще относился меня сколько раз меня топило да вот любой бы наверное бросил бы вот ну затопило например да вот прям одну очень сильно затопило не любой а многие бы бросили бы это вот меня как бы это наоборот только закалял я это становились стальные просто вот и что мне ферма дала это то что несмотря на какие-то проблемы но не решаемых проблем не существует понимаете вот короче говоря любые проблемы они решаем и есть такие категории людей которых бизнесу относится то есть ну как где гонок заработку денег да то есть вот например вложили деньги бизнес должен значит приносить денег по херам что там произошло вот не приносить денег закрыли и по херу короче забили вот а есть категории людей которых бизнесу относится как к своему ребенку там я не знаю как своему близкому то есть если например какая-то ситуация проходит и ты теряешь своего близкого да то тебе становится хреново как бы ну понимаете да за эту ситуацию и вот я по ходу из той категории людей вот короче говоря а ну что еще много интересного я узнал об этой вообще ну как бы животине о креветках о раках да как они вообще живут вообще как размножаются понимаете создаются целые институты для того чтобы понять как это все ну как бы происходит да у жизни этих креветок собственно и раков вот а я просто ну как бы ни с того сего ну на самом деле у меня никакого образования такого нету сельскохозяйственного да просто раз напором пошел короче и во всем разобрался да без всякого какого-то образования и еще раз могу вам сказать то что необязательно не нужно какое-то образование если у вас есть цель да я не только говорю про креветок вообще в целом если у вас есть цель вы в любом случае чего-то добьетесь все равно чего-то добьетесь не обязательно там ходить на всякие курсы бизнеса или еще чего-то вот гладил просто взяться и просто идти идти и у вас все получится в общем не сытит вот что дальше короче какой момент по поводу у меня сейчас остались много маточного стада сотня штук остались после чинки подростки раки вот это все короче говоря примерно на 400 тысяч рублей примерно я посчитал просто на бумажечке по каким ценам я бы в розницу скажем так продал бы и с этого я заработал бы 400 тысяч рублей но срок у меня до вторника даже да наверно до вторника потому что решится этот момент если во вторник все срастется а это срастется на 99 процентов то мне нужны будут деньги вот первый момент по поводу денег второй момент даже если срастется все с этой темы во вторник и у меня не будет денег да я все равно найду с другого места источника но просто в перспективе как бы на будущее с фермой у меня просто по времени по временным рамкам не будет получаться а это но это скорее всего гибель будет креветки не вариант вот поэтому я обзвонил кому-то написал своим клиентам бывшим клиентам которые ну типа не вот там дома в аквариуме или там на даче в бассейне а клиенты ну крупные клиенты вот которых есть крупные площади крупные узв вот это ребята с новосибирска это ребята с москвы двое вот двое с москвы и 11 путаю то ли самара саров саратов короче я им предложил весь этот товар с 50 процентной скидкой с 50 процентов то есть за две соточки это фигня за две соточки то что я продаю может снабжать ферму просто тысячами после чинки в месяц но если сумма ко всему к этому подойти тысячами если у вас будет на это время ладно короче не суть в общем на это для тема для крупных ферм вот которые не хотят вот это блять вату короче катать да там иметь четыре креветки и пытаться там из них из этих четырех креветок сделать какую-то крупную ферму и чтобы у них были тысячи после чинки ну из четырех креветок это не сделать это нужно минимум сотню как раз вот как у меня в принципе да вот я держал для себя маточный стадо вот эту соточку самцов самок для того чтобы делать 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 вот меня в принципе делал 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 потом меня хуяк все сдохли короче вот такие вот приколы вот оборудование у меня все останется ну то есть останется в плане этой стеллажи емкости просто какой момент то что на ферме я теперь смогу появляться только довольно-таки редко ну реже чем сейчас я могу и нужно что-то такое придумать что не будет привязано ко времени то есть может быть это там какие-то грибы не знаю выращивать вот я не знаю там шампиньоны или вешенки какие-нибудь там улиток блять хуй знает либо я не знаю там цветы тюльпаны вот это все я сейчас думаю думаю как бы оборудование все это на стеллаже останется ну извините меня там закопано ну креветка креветка понятно но там в оборудовании закопано около 700 тысяч рублей ну типа позвоним по написать в авито продаю короче это оборудование нахер никому не нужно будет по сути вот а это соседнее помещение с другим моим бизнесом да и мне вот эти левые люди которые будут туда-сюда шуршать они мне не нужны поэтому это помещение я скорее всего просто переделаю в какую-то грибницу вот но к сожалению креветочкам с креветочками придется закончить да креветки это офигенная тема на самом деле серьезно вам говорю вот главное дело к этому подойти правильно вникнуться в эту тему не смотреть на креветки как вот это вот типа ты видишь креветку а вместо креветки сидит ну тысячные там и тысячные купюры да вот не так этому относиться относиться к тому то что вот знаете как кому как вот люди которые например заводчики собак заводят да для разведения хотя бы по сути они тоже как смотрят щенки родились вот сразу же что это 50 тысяч родилось зашибись не тоже заводчики разные бывают вот короче надо относиться к этому как своему любимому делу и что бы ни происходило нужно все равно идти вперед вот я в принципе все как бы к этому у меня и шло и перспектив было много и хотелок было много и амбиций было много но к сожалению вот в жизни как бы всякое бывает короче ладно че давайте удачи может быть еще и выйду на связь вот давайте пока пока